Недавно наш телеканал рассказывал о восстановлении старинного Волынского кладбища в Твери энтузиастом Владимиром Пимоновым. Долгое время расчисткой территории он занимался в одиночку, только периодически помогали волонтеры и неравнодушные жители города. Однако после выхода репортажа в эфир на Тверском проспекте здесь началась активная работа по уборке мусора. Число тверичан, решивших присоединиться к расчистке территории, увеличилось в разы. Виктория Скрипниченко уже около месяца помогает в уборке и расчистке Волынского кладбища. Девушка говорит, что в процессе восстановления погоста ей больше всего нравится спиливать нижние ветки деревьев. Чтобы был просвет, чтобы мы могли видеть открытое пространство. Сразу меняется облик и вот там два дерева мной были опилены так конкретно, серьезно. Ветки носим, все вот это в мусор. Помочь волонтерам и Владимиру Пиманову в наведении порядка принял решение региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сотрудники предоставили спецтехнику, чтобы вывезти все спиленные ветки кустарников и деревьев. Нами ликвидируют сегодня навал веток, будем их вывозить и утилизировать на полигон. Данная куча веток объемом примерно более 30 кубических метров. Стараемся вывезти за один раз. Если не получится, значит будем делать еще один рейс. Местные власти поясняют, чтобы это место вновь получило статус кладбища, необходим ряд обязательных признаков. В частности, огороженная территория, наличие освещения, бетонных или асфальтированных дорожек. Но на Волынском кладбище всего этого, конечно, нет, так как долгое время место находилось в запустении. По плану территория по ГОСТу считается государственной без разграничений, но не отдана кому-то в пользование. У нас есть такое муниципальное предприятие, МБУ «Радовница». У него в задании есть 8 кладбищ. Для того, чтобы это кладбище поддерживать на лежащем состоянии, его должны включить ему в муниципальное задание, и он должен за ним следить. На Волынском кладбище похоронены известные горожане. Анатолий Вершинский, основатель советской школы Тверского исторического краеведения. Тот же был захоронен Петр Богомолов. Под его руководством спроектированы и построены заволжские и городские бани, трамвайная инфраструктура, Тверецкий мост и многие жилые здания. До настоящего времени на Погосте их могилы не сохранились. Понимая историческую ценность этого места, многие жители присоединяются к восстановлению кладбища. Поэтому количество единомышленников у Владимира Пименова заметно увеличивается. Ну а сегодня здесь прям вообще паломничество. Меня это радует, что люди у нас неравнодушные, неинертные, что они готовы поработать в команде. И не важно, кладбище ли это или какой-то еще объект города. Главное, как говорит Владимир Пименов, не видеть в кладбище только лишь место захоронения, ведь это часть нашей истории. А в дальнейших планах энтузиаста добиться внесения Погоста в реестр историко-культурного наследия России. Продолжение следует...